Так сказал Сам Господь, прославляющих Меня Я прославлю. И всякий раз, когда мы приходим в Божий храм прославить Господа, Господь укрепляет нас и дает нам силы осуществлять наши труды и наши начинания. Мы, приходя в храм и тем более причащаясь к святых христовых таинств, исполняем Его завет, а ведь Он завещал нам собираться вместе и принимать Его Божественное тело и кровь. Придите все, примите, сия есть кровь моя и сия есть тело мое, зовет нас на этот Божественный пир, наш Господь Иисус Христос. И правильно поступают те из вас, кто приходит в Божий храм, чтобы спросить у Господа благословение, прославить Его, а через то и получить укрепление. Сегодня, дорогие братья и сестры, Церковь предложила нам удивительное евангельское благовестие. Иисус Христос подходит к древнему городу Иерихону. И там, у самого начала пути в этот город, сидит слепой Вартимей. Слепой человек, как тяжко, как тяжела его жизнь. Нам, зрячим, очень трудно понять слепого человека, который не может ничто себе поднести, не приобрести. Он нуждается в постоянной заботе. Он нуждается в постоянном внимании, в сопровождении. Вот такой человек, оставленный всеми, сидит при дороге на входе в Иерихон, и вдруг слышит шум приближающейся толпы, люди идут, шум какое-то веселье. Что это, спрашивает он? Это Иисус, Назарянин идет, говорят ему. И вот тут он начинает кричать, Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. Те, кто идет рядом с Христом, говорят, тише, что ты так кричишь? Не кричи, но он еще громче кричит. И Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. И тут Христос просит подвести его к себе, потому что людей было очень много. Поднимают слепого и под руки подводят к Иисусу Христу. И Спаситель спрашивает у него, что ты хочешь? И он отвечает, Господи, что бы мне прозреть? Тут Христос говорит ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он начинает видеть. Мы себе даже представить не можем эту перемену в жизни человека, который ничего не видел, и вдруг видит все вокруг себя, и солнце, и деревья, и птиц, и людей, радость его переполняет, почему Евангелие говорит, и он начал славить Господа. Он не просто побежал наслаждаться жизнью, как многие зрячие, думает, что зрение дано для того, чтобы смотреть вокруг, наслаждаться зрелищами, как сказано в Священном Писании, око никогда не насытится зрением, и ухо никогда не насытится слышанием. Сколько бы ты ни смотрел, куда бы ты ни направлял глаза свои, ты никогда не насытишь своего зрения. Оно дано тебе не для того. Вот почему слепой, прозрев, сразу прославил Господа. И видевшие, то есть те, которые шли рядом с ним, и были свидетелями этого чуда, так же, как сказано в Евангелии, воздали хвалу Богу. Вот такое удивительное сегодня событие об исцелении слепого Бартемея предложила нам Церковь. И вот давайте теперь зададим себе вопрос. Да, этот человек был слеп, но мы-то с вами зрячие, мы видим, но если мы повнимательнее посмотрим в самих себя, то можем сказать, нет, Господи, мы тоже слепцы, мы не видим, духовного мира мы не видим, мы не видим Твоего присутствия, Господи, и говорим, Тебя же нет, значит, можно сделать то или иное, не соответствующее Твоим заповедям. Священники в алтаре, перед Божественной Литургией, подходят друг к другу, говорят, Христос посреди нас. И отвечают, есть и будет. Это приветствие было древним. Сегодня и наша казачья община приветствует друг друга именно так, Христос посреди нас. И отвечают, и есть, и будет. Тем самым свидетельствуют, что мы ощущаем сердцем, мы видим Его очами духовными, что Он посреди нас. Но как часто мы ослепшие духовно не видим, не замечаем, что Господь ведь везде сый и вся исполняет, нет такого места на земле, где бы не было Бога. Он везде существующий, Он называется так всемогущим, всевидящим и вездесущим, везде существующим. Но мы этого не видим. Мы говорим, что мы зрячие. А на самом деле мы слепцы. И нам с вами нужно собираться вместе и просить Господи Иисусе, Сыне Давидов, помилуй и меня. Отверзи очи, сердце моего, которые не видят тебя, забывают о тебе. Когда я рассказываю какие-то истории, я не вижу тебя, что ты стоишь рядом со мной, как нищий, как убогий нищий, который смотрит, слушает меня, а я тебя не вижу, я тебя не замечаю, я продолжаю говорить о чем-то таком пустом, ненужном, а иногда даже и глупом, что ты сокрушаешься и уходишь. А я тебя не вижу. Я не вижу тебя, Господи. Я не вижу тебя сердцем, я забываю тебя часто, поэтому меня, Господи, не кого-то там, а меня помилуй, повелицы милости Твоей и отверзи мне очи сердца моего, Господи. Для меня весь этот материальный мир закрыл мир духовный, я ослеп от него и не вижу дальше своей руки. Мы должны, дорогие братья и сестры, сегодня извлечь из этого Евангелия три очень важных урока. Почему мне хотелось бы дать вам этот совет? Чтобы духовно прозреть, первое, нужно начинать смотреть не вокруг, не то, что там происходит, и где там еще покрасивее, послаще, может быть, поразвлекательнее. Для того, чтобы прозреть, нужно начинать смотреть внутрь себя. Это первый совет, который дает нам сегодня церковь. Молитвами Ефрема Сирина, которую мы читаем Великим Постом, мы произносим часто, Господи, даруй мне видеть мои прегрешения. Вы слышите? Вот с этого начинается духовное прозрение человека, когда я не вокруг смотрю, что же там еще совершилось, что же там еще произошло, а внутри себя так слепцом и остаюсь. Даруй мне, Господи, увидеть мои грехи, мою слепоту даруй увидеть, Господи, дай мне прозреть, Господи, тогда я смогу вынуть сучок из глаза ближнего моего, когда увижу бревно в своем глазе, а пока я не вижу его, то мне кажется, все слепы, один я зрячий. Вот для того, чтобы прозреть, нужно просить у Господа, Господи, дай мне увидеть мою греховную, злую природу, мою поврежденную человеческую природу, чтобы начать исправлять ее вот там, внутри моего собственного человеческого сердца. Второе, что мы должны сделать, чтобы духовно прозреть, мы должны увидеть в себе, вы слышите, прежде всего, в себе увидеть образ Бога. Ведь каждый из нас сотворен по образу и подобию нашего Создателя, Господа Иисуса Христа. Мы тоже об этом забываем, мы это не видим. А если вспомним, какого высокого мы достоинства, звания, то как высоко должны будем жить по образу и по подобию, сотворенные от Господа. И третье, мы должны для того, чтобы духовно прозреть, увидеть образ Божий в тех людях, с которыми мы живем, с которыми мы общаемся. Потому что не только я по образу Божию сотворен, но и каждый ближний, с кем я общаюсь, с кем я работаю, с кем я живу, с кем я встречаюсь, это такие же люди по образу и по подобию Бога сотворенные. Но кто-то скажет, как можно любить этих грешников, этих преступников, пьяниц, алкоголиков, развратников, как можно их-то любить? Ну хорошо любить хороших людей, ну чего ж их не любить? Какая награда вам за то, что вы будете любить любящих вас? А вы любите ненавидящих вас, благословляете проклинающих вас и добро творите тем, кто вам в ответ делает злое. Вы посмотрите, как высоко поднимает нас наш Христос. Чтобы прозреть, оказывается, надо увидеть в человеке, в любом человеке, вы слышите, образ и подобие Бога, икону Бога. И если она вдруг грязная, затоптанная, как мы поступаем с иконой? Если вдруг под ногами мы увидим грязную икону, как мы поступаем, братья и сестры? Мы обязательно поднимем ее, очистим ее. Так ли мы поступаем с нашими ближними? Не так. Ты грязный, ты грешный, а я? А я слепой. Так как же? Как же мне осуждать кого-то, когда я не вижу в себе грехов, в себе не вижу образа Божия? И потому все понятно, почему я не вижу в людях образа и подобия моего Создателя? Почему вражда? Почему ссоры? Почему разводы? Почему распри? Почему войны? Потому что люди перестали видеть друг в друге братьев, братьев и сестер по разуму, по мудрости, по единому отеческому происхождению, потому что всех нас, вы слышите, всех нас Отец, Бог, и мы все читаем молитву Отче наш, причем не Отче мой, а всех наш Отец Небесный, значит все мы, братья и сестры, как же мы можем относиться друг к другу плохо, если мы видим друг в друге образ Бога? Вот почему так важно нам просить молитвами этого слепого Вартемея Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня, как в темной комнате незаметно пыли и стоит проникнуть в эту темную комнату лучу солнца, как сразу видна пыль, летающая в воздухе, вот так и для того, чтобы прозреть в нашу душу, нужно впустить луч солнца, солнца правды, солнца, которое для нас Христос. А иногда для того, чтобы прозреть, нужно просто подойти к зеркалу и посмотреть на самого себя. Человек действительно для того, чтобы узнать себя, привести себя в порядок, подходит к зеркалу. Но для нас, христиан, есть удивительное зеркало. Это Святое Евангелие. Давайте почаще подходить к этому зеркалу нашей души и почаще не просто себя с собой сравнивать, а сравнивать себя со своим Творцом, по образу и по подобию которого каждый из нас создан. Когда будем читать больше о Христе, как Он миловал грешников, как Он поднимал больных, как Он оказывал милосердие страждущим, задавая себе вопрос, а я, а я в этом зеркале могу найти свое отражение. И снова я говорю, нет, я слепой, я не вижу, я не вижу в Евангелии себя. Так давайте же хотя бы в Евангелии увидим себя в тех грешниках, в тех слепцах, которых поднимает Господь, исцеляет и дает им возможность зрения, как сегодня подарил зрение Вартемею, который кричал, который просил, который молился, давайте и мы будем молиться и кричать, Господи, помилуй, Господи, дай мне прозреть зрячему, но духовному слепцу, чтобы мне видеть Твой прекрасный Божий мир, чтобы видеть эту прекрасную жизнь, ценить ее, чтобы любить людей, которые вокруг меня. Научи меня, Господи, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Вот к чему призывает нас, дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие. Давайте чаще смотреться в это зеркало, чтобы в сердце каждого из нас мы увидели, наконец, образ Христа. По образу и по подобию каждый из нас с вами сотворен. И вот тогда сколько останется времени еще пожить по Евангелию и будет нашим с вами путем ко спасению. господи.